Всем привет! С вами канал DMAGIC FISH и сегодня я вам хочу показать как сделать идеальную жирцовку. Эти жирцовки уже проверены годами, им около десяти лет, не менее девяти. И они еще отлично работают и еще столько же будут работать. Сейчас я вам покажу как быстро собрать ее своими руками, как это все сделать, а главное я укажу на многие недостатки других жирцовок. И так я вам сейчас все примерно объясню. Например, начнем мы со стойки. Вот посмотрите, раньше я пользовался вот такими жирцовками. И понял одно, что жирцовка, сама стойка должна быть выше. Объясню почему. Когда вы ловите в холодное время, лунки все-таки замерзают, может и на ночь хотите оставить, поэтому вы их присыпаете снегом. Снега нужно насыпать побольше, есть там минус 20, минус 30. На ночь оставили, естественно, снежком засыпали. Чтобы лунка не замерзала, снега должно быть больше, поэтому сами у меня вот эти крепления флажков, они находятся выше. Я потом еще объясню, что это и как. Потом, что у нас есть в стойках? Это вот такая штучка, чтобы фиксировать флажок и снизу петелька для того, чтобы фиксировать крючок. Но эта петелька нужна не всегда. Это только петелька нужна для того, чтобы, если у вас пластмассовая катушка, или если у вас поводки, которые при наматывании на катушку крутятся. У меня же они не закручиваются, они у меня ровные остаются, поэтому я их просто наматываю на катушку и зацепляю в катушку. Вот я вам показываю. Такая петелька и такая. Потом есть отверстие, естественно, отверстие для крепления катушки и ниже еще отверстие с резьбой, это если у вас пластмассовая катушка. Объясню это для чего она. Вот, смотрите, поводок крепится за нижнюю. Отцепляем его. Катушка, видите, стопор. Откручиваем, и катушка начинает работать. Это делается для того, что если у вас такого стопора не будет, вы катушку скрутили, положили, что вы там куда вы крючок цепляете, можно резиночками сделать, и у вас она в чемодане, в сумке она у вас начинает разматываться. Пятки размотанных жилцов вам испортят полностью все утро, а может и всю рыбалку. Поэтому я усовершенствовал и сделал сзади стопор. После рыбалки зажали, и все, катушка у вас не крутится, жилцовка не запутывается. Или, если же у вас поводок, который при сматывании остается крученый, то есть, когда вы разматриваете жилцовку, у вас поводок идет витками. Это тоже для этого нужно. Вот, все. Жилцовка в собранном состоянии, катушка не работает, поводочек не путается. Это очень важно, потому что поначалу, когда я начинал с жилцовкой милость, это уже более усовершенствованно. Я вам потом покажу, какие у меня были вообще жилцовки. И постепенно, годами, годами, годами я усовершенствовал, и я вот пришел к такому варианту. Опять вернемся к стойке. Стойка у меня алюминиевая. Можете делать из любого металла, в принципе. Ну, я нашел, я вам хочу сказать, это порожек, который между линолеумом и ламинатом ставится, используется в строителе. Ну, он не подошел, я его использую. Потом, недостаток в этой стойке только один, что эта стойка не покрашена. Не покрашена, и чем недостаток, потому что, когда вы пользуетесь на рыбалке, если вы без перчаток, у вас руки влажные, прилипают руки. Почему я не покрасил? Потому что мне, наверное, было лень, или все так мне не хватило времени. Вот эти вот стойки, вот бывшие, они все покрашены. Я уже знал, что руки прилипают. Ну, до этих просто не дошли руки. И я жалел много раз на рыбалке. Это неприятно, когда прилипают руки к холодному металлу. Ну, можно и лизнуть попробовать, как в детстве. Потом стойка. Что теперь касается... Ну, давайте еще по стойке. Вот. Катушка у меня пенопластовая. Тут я все просто придумал, как ее закрепить. Вот обычный болт. Вставляем и закручиваем. Закручиваем. Сейчас не буду закручивать. Это долго. Чтобы не отнимать ваше время, драгоценное, закручивать не буду. Потом. Начинаем. Крепление флажка. Крепление флажка у меня сделано из строительного профиля. Объясню, как. Так. Все очень просто. Берем профиль. Отрезаем ножницами. Так. Отрезали. Согнули. Поставили. И, по сути, крепление флажка у вас готово. Для флажка. Можете изобрести другой способ. Ну, я пошел таким. Я думаю, кусочек профиля вы найдете везде. Потом дальше. Получается, у нас не совсем законченный вариант. Но, я не стал ничего изобретать. Можно что угодно придумать. Я вот просто взял, тупо обмотал изолентой. Все очень быстро, просто. По-дедовски, наверное, так сказать. И все. Это у меня крепление флажка. Почему нужен металл снизу? Потому что изолента на морозе будет со временем лопаться, ломаться. И я решил вставить металл. То же самое у меня и на старых стоит. Но у меня здесь немножко, так сказать, постарался я здесь. Теперь, что дальше. Что касается еще самой стойки. Прежде чем вы будете выбирать металл для стойки, сделайте так, если у вас пластмассовая катушка будет, сделайте так, чтобы она у вас не тонула. А я объясню, для чего. Иногда вам это поможет вытянуть какой-то трофей. Этот шанс там один из тысячи. Но у меня были, были. Несколько раз. Мне помогало то, что журцовка не тонула. И такое стечение обстоятельств, что лед прозрачный. Попалась мне щука около 11 килограмм. И я ее тягал, тягал. И я ее не смог даже к лунке подвезти. И меня спасло то, что я догадался запустить журцовку под лед. Я просто шел по ней. И когда она остановилась, я просверлил лунку, достал журцовку. И это мне помогло, что я достал этот экземпляр. Потом, что касается у нас флажка. Ну вот, мы уже сделали сходку, что касается флажка. Флажки, я думаю, сейчас не проблема. Пойти купить их где-нибудь. Ну, я думаю, сейчас это нигде проблем нет. Поэтому на флажках, вот, обратите внимание, у меня приклеена материя. И тоже, опять же, изолентой сделана такая петличка, можно сказать. Вот, я вам покажу. Петличка. Я это сделала для того, у меня так, в принципе, они у меня так работают. То есть, мы поставили журцовку, флажок загнули и леску в петлю. Это очень хороший способ сцепления. Практически нету холостых сработок. Не срабатывают они от ветра никогда. Живец никогда не поднимет этот флажок. Ну, вот, смотрите. Щука дёргает, щука выходит. Журцовка срабатывает. Это что касается флажка. Потом флажки, флажки, они, это самое, не должны быть сильно длинные. Я объясню, почему флажки не должны быть длинные. Всякая на рыбалке случается. Приехали вы, поставили вы журцовки, и пошел снег. Вот, смотрите. Если снег вот у вас замело уже, и флажок сильно длинный, он при срабатывании, он немножко опускается вниз. И потом только поднимается. Вот, чтобы не было такого, что вы приходите, и у вас вот так вот уперт флажок, в снег, в лёд, коржи там всякие, около лунки, и всё такое. Делайте флажок оптимальной длины. Они высокие не нужны. Сильно высокие флажки тоже плохо, когда срабатывает напротив кустов флажок, и когда он сильно высокий. Не всегда заметно. Потом. Что касается материала на флажок, он должен быть лёгкий. Он должен быть лёгкий, не должно быть тут большого флажка, он не должен быть тяжёлый. Опять объясню, почему. И не должен быть длинный. Объясню, с чем это связано. Опять, вы приехали на рыбалку, поставили жерлицы, ну и, допустим, с утра идёт дождь. Вот, смотрите. Это самое. Если флажок длинный, вот у вас уже, допустим, здесь замёрзло. Здесь водичка, примерзло. Если флажок длинный, он, как правило, попадает в эту воду, вода замерзает, флажок замерзает, и получается вот такая какаша. То есть, вы опять сидите, отдыхаете или там бурите лунки, ловите рыбу, всё, жерцовка сработала, вы её не видите, и обнаружили это только вечером. Часто такое было с этими жерцовками, с другими. У меня много видов жерцовок было. Напишите мне в комментариях, я вам их покажу. Ну, это в следующем видео. И вот, чтобы такого не было, флажок не должен быть сильно высокий, и материя не должна быть сильно длинная. Почему она должна быть лёгкая? Опять объясню, почему. Если она будет, материя сама тяжёлая, у вас будет вот такой флажок сработает. Если дождь, там, дождь, она мёрз, мокрая, он будет стоять не прямо, развиваться вот так вот, а напротив кустов лучше видно, когда он развивается. Он будет вот так вот стоять у вас, под наклоном. И чтобы этого не происходило, пользуйтесь, выбирайте лёгкую материю. Потом, материя желательно должна быть ярко-оранжевого цвета. Это уже проверено годами. Красное хорошо, ну, некоторые используют там жёлтую, зелёную, я видел. Потом красно, ну, уже можно сказать, красно-чёрного цвета флажки. Вот, это оптимальный вариант. Он хорошо виден на солнце, на снегу, на льду, напротив кустов, в траве. Это оптимальный вариант, это оптимальный цвет флажка. Теперь перейдём, ну, опять же, по флажку я вот ещё петличку, я не стал заморачиваться, я тупо замотал изолентой. можно использовать, конечно, нитки с клеем, ну, я не стал это использовать. Флажок сам клеится. Если флажок вы сами будете клеить, надо, чтобы материя заходила под изоленту. Объясню, почему. Потому что клей не всегда держит. Бывает такое, что со временем он от воды и от времени отклеиваются эти флажки. И у меня уже есть множество флажков таких, что клей отклеился, а сама ткань держится только на изоленте. Да, дома вы уже там приедете, там, сделайте, подклеите, если у вас будет времени. Ну, до конца рыбалки он отработает. Даже если вы забудете, приедете на следующую рыбалку, он опять же у вас будет работать. Теперь далее. Что у нас касается самой подставки. Подставка у меня сделана из прессованного пенопласта. Очень удобно, она очень легкая. Я, правда, забыл, как этот пенопласт называется. Ну, при монтаже я вам напишу где-нибудь. или тут. Как называется этот прессованный пенопласт. Ну, сверлится отверстие, это понятно, я не буду объяснять, чем и как это делать. Я думаю, вы догадаетесь. Просверливается канал, можете там закруглить как-то их, что-то еще. Почему пенопласт удобно очень? Он не замерзает. То есть, он не примерзает к лунке, к льду, снега, если его насыпаешь, и бывает такое, что слонки перед водой и заливает водой. Заливает водой за ночь, это все замерзло, и получается у вас, грубо сказать, глыба льда. когда вы начинаете отбивать эту фанерку, к ней лед не прилипает, она спокойненько отбивается, и вы спокойненько достаете жирцовку. Раньше использовал деревянные, ну и смотрите, что с ними произошло. Этой жирцовке тоже около лет 10, нет, но это лет 12. Фанерка еще выжила, но я уже вам говорю, что она примерзает ко льду, дерево напитывается водой, и если у вас опять же оставили на ночь жирцовку, пришли, она мерзла, вы начинаете выдалбливать, отдалбливать, и это уходит на это много вашего времени. Потом, само крепление для стойки. Я тут тоже не стал запрятать велосипед, опять же, берем профиль, отрезаем, отрезаем. Вот вам все крепление для стойки готово. Я его брал здесь, ну, тут вы сами уже думаете, чем вы будете проделывать эти отверстия. Вот, смотрите, я брал, накалил, по-моему, я, да, я, по-моему, прожигал чем-то, да, по-моему, я прожигал, он очень легко прожигается, накалили там ножик или саму эту деталь, можете накалить, и протолкнули ее. После того, как вы протолкнули, вот, я вам, я не знаю, как вам показать, вот, меня здесь загнуто, вот, я загнул с обратной стороны, и с этой стороны два строительных клопа, вот, обычная, я просверлил. Держится, мертво, надежно, идеально. Единственное, опять, что руки не дошли у меня, это обрезать их, ну, может, болгаркой, там, чем уже сами придумаете, обрезать их с обратной стороны. Ну, не обрезал, не обрезал. Вот, это очень хорошо крепится, оно надежно, не шатается, ничего, ну, эти жирцовки, я же говорю, 10 лет, и за 10 лет ничего не расшаталось. Профиль оцинкованный, он не ржавеет, клопы, если тоже оцинкованные, не ржавеют, все, у вас, как бы, фанерка со стойкой готова. Ну, что, про фанерку я больше ничего не могу сказать, ну, единственное, я вам напишу, как она называется, честно, забыл. Что касается дальше, теперь перейду, я думаю, к самому основному в жирцовке. В жирцовке самое основное катушка. Я вас уверяю, что пенопластовая катушка является идеальной катушкой для жирцовок. Первое, в ней нету три поклёвки, какой бы там крупный трофиль ни был, как бы он ни тянул, эта катушка не делает бороды. Вот я резко не дергаю, все равно, она не делает бороды. Если у вас пенопластовая катушка, вам надо ее регулировать, надо регулировать ее постоянно, поджимать, приехали с рыбалкой, уехали, чтобы у вас была она немножко под натяжку. Вот, уже запуталась. Я вам сейчас покажу на этой катушке. Вот, снимаем со стопора, ну, и вот, например, момент поклевки щуки. смотрим, резкий удар, я остановил. Если я не буду останавливать, естественно, что мы получаем, ну, я это называю мошонка. Можете это называть как угодно, но это борода, это запуталось, все, поклевка у вас сорвана. То есть, да, когда там много поклевок, это не сильно страшно, но когда у вас бывает такое, что за день одна, две, или даже одна бывает, и вы приходите и видите у вас на катушке бороду, согласитесь, это неприятно, и, короче, это какаша, можно и так сказать. Поэтому я использую, ну, реально, пенопластовые катушки. Вы мне напишите в комментариях, если кто не догадывается, как их сделать, я сниму видео, как они делаются. Они делаются очень просто, очень быстро. Потом, чем еще пенопластовая катушка отличается от пластмассовой. Допустим, я привожу такую ситуацию. И на рыбалке. На рыбалке поставили вы жирцовочку, пошел у вас дождь. Пошел дождь, или вы эту жирцовку переносили, или она у вас лежала дома, она сырая, здесь мокрая. Я вас уверяю, при минус один, при минус два, если у вас жирцовка побыла в воде, или она намокла, или от дождя, или от чего-то, у вас она перестает работать. Попадает вода вовнутрь, и она не крутится должным образом, как ей надо. Конечно, экземпляр какой-то под десяточку его сорвет эту катушку, но опять же, если щучка кило-два, она просто сорвет жемца, или же выплюнет его, ну, она сойдет. Опять же, поклевку вы упустили. и это жалко. Потом, по катушке, по пластмассовой, ну, опять же, тройник зацепить некуда, можно резиночки одевать, я одевал на некоторые жирцовки, резинки, и все такое, но выход у меня есть, вы мне напишите в комментариях, если у вас уже есть там жирцовки с пластмассовыми катушками. Выход есть, я знаю, я могу посвятить там, пятиминутный ролик, как усовершенствовать эти пластмассовые жирцовки, пластмассовые катушки, также напишите, я сниму ролик, там, как усовершенствовать вообще вот эти новые жирцовки, которые продают на рынках, магазинах, их сейчас полно, и я уверен, что у вас они тоже имеются, такие жирцовки, и что, ну, и жалко, как бы, выбросить их, или нет времени сделать новые, их можно усовершенствовать, я покажу несколько видов разных жирцовок, которые я усовершенствовал, и, короче, я вам помогу с этим. Пишите мне в комментариях, там, поставьте лайки, напишите. Потом, чем еще пластмассовая катушка хорошо? Тройник, пожалуйста, всунул куда угодно, всунул, вот, за 10 лет, сколько я дырявил ее, она не пришла в негодность, пенопласт, да, нужно, конечно, прочно выбирать, я вам даже посоветую, кто со строительством связан, берете коронку, можете по дереву, там, по бетону, любую, вставляете в дрель, высверливаете эти кружки, потом насаживаете на дрель, сам кружок крутится, подставляете на пильник, и сидите, можно сказать, курите, пока оно сделает эту канавку, потом, катушки не должны быть маленькие, ну, они вот, это оптимальный вариант, почему оптимальный вариант, я на катушку загоняю где-то 20 метров лески, и, если она будет меньше, просто она у вас в рюкзаке, или когда вы будете там крючок снимать, у вас будут петли слетать с нее, вот, это оптимальный вариант катушки, ну, сколько тут, где-то, ну, 10 сантиметров, ну, давайте возьмем, 10 сантиметров, это идеальный размер катушки, меньше, ну, никуда, ну, годится, но, опять же, вы испытываете лишние сложности на рыбалке, опять же, канавка должна быть глубокой, чтобы при поклевке лишние петли, чтобы они у вас просто не слетали, потом, что касается, для чего у меня вот эти вот здесь, как бы сказать, рисунки, с одной стороны, со второй стороны, я объясню, для чего это делается, это делается, допустим, у вас поклевка, вы бегите, бежите за этой жильцовкой, это экономит ваших лишних, там, 10-20 метров бега, то есть, вы издалека видите, что катушка стоит, естественно, вы можете пройтись, отдохнуть, отдышаться, после своей пробежки, если вы бегаете, там, за этими жилцовками, ну, вот это вот экономит вашей силой, то есть, этот рисунок, вы издалека видите, вращается катушка или нет, если рисунка не будет, вы не будете видеть, вращается она или нет, ну, как-то так, потом, ну, я думаю, по катушке тут все, больше я такого ничего не могу вспомнить, если вы что-то помните, еще там по катушке, какие-то, именно, там, нюансы, по катушкам, вы мне, пожалуйста, напишите, ну, что-то я забыл или что-то я не знал, если вы что-то знаете, пишите, пожалуйста, это вместе обсудим, доработаем, ну, и как бы, давайте вместе создадим идеальную жилцовку, потом, ну, я вам уже говорил, что стойку надо покрасить, можно также вот эту, эту крепление это красить, для чего, чтобы тоже не прилипало к металлу, это, ну, пальцы прилипают, когда мокрые руки, они прилипают к металлу, и так, на чем мы с вами остановились, в принципе, я вам так, все рассказал, что, помнил, так, я так особо больше ничего не знаю, напишите мне, может, в комментариях, может, что-то вы помните, что-то вы как-то хотите, что-то еще здесь можно усовершенствовать, ну, так вот, я вам показал, собранная жилцовка, тут никаких хитростей нету, но, многие нюансы, возможно, я забыл, сейчас я вам покажу, как она срабатывает, вставляется в петличку, можете это называть, тютелька в тютельку, так, ну, вот у вас она заряжена, кстати, насчет тютелька в тютельку, тютелька в тютельку, это когда карлики сношаются, это называется тютелька в тютельку, ну, ладно, ну, вот, жилцовка в собранном состоянии, ну, пожалуйста, срабатывает, я считаю, это самый оптимальный вариант жилцовок, сложного здесь ничего нету, вы все прекрасно сами можете это найти, это все с подручным средством, не обязательно стойку алюминиевую, там, любую, там, подберите что-нибудь, крепление, опять же, можно что-то другое придумать, но я думаю, что, ну, ничего проще, нету тупо, вот этого крепления, я думаю, что профиля кусок вы всегда везде найдете, опять же, крепление не должно быть стационарным, чтобы вам откручивать, закручивать, вот, оно должно быть легко, легко сбрасываться должно, фанерка, объясню еще, почему иногда, бывает такое, что коржи намерзли, и вы не можете ее дернуть, но подсечку вам уже надо сделать срочно, там, уже леска у вас заканчивается, вы матри, опять же, вытащили, подсекли, все, чтобы щука уже, уже была на, на привязи, как сказать, если вы начнете, у вас леска заканчивается, и вы начнете отбивать эту фанерку, то все, время, там, секунды, она почувствует, и уйдет она, она выплюнет жирца, ну, если у нее еще будет такая возможность, поэтому, вот, я не стал заострять внимание, как тут это сверлить, как тут это делать, я не хочу тратить ваше время, я вам рассказал основные принципы, вот, вы посмотрите, что-то, может вы и дополните, может вы и что-то знаете, вы мне напишите в комментариях, мы вместе с вами обсудим, может что-то действительно я забыл, что касается оснастки жирцовки, я на этом не буду заострять никакого внимания, я объясню почему, потому что это целая тема для разговора, у меня, совершенно, опять же, я усовершенствовал поводок, я сделал, как оно, леску я вам расскажу, хотите, ну, опять же, напишите мне, ставьте мне лайки, я посмотрю, сколько у нас единомышленников, и я вам, ну, расскажу, как, как я это делаю, как я с годами пришел, вот, именно, к такому мнению, именно монтажа этой жирцовки, я вам это расскажу, здесь и резиночки надо вставлять, и что, как, и что, тоже подручными способами, но это не в этом видео, я не хочу снимать ролики по 30, по 40 минут, объяснять, что, как тут нужно делать, хотите, оставьте мне комментарий, я напишу, как сделать катушку, там, оставьте комментарий, я раз, видео я сниму по-любому, как оснащать, или я это сделаю на водоеме, где будет свободная минутка, я объясню, как оснащать, ну, если вам срочно, напишите, я сниму этот ролик, как оснастить жирцовку, второе, если там вы, ну, нет у вас времени делать эти жирцовки, напишите мне в комментариях, что-нибудь придумаем, может, я вам сделаю, и пришлю по почте, одну, две, ну, если заплатите, десяток, два десятка, я вам сделаю, но это так, это не реклама, я просто хочу быть вместе с вами, вам, показать, что это очень удобная жирцовка, и проверено годами, ну, и что хочу сказать напоследок, подписывайтесь на канал, The Magic Fish, меня зовут Дмитрий, будем, я буду вам снимать много видео, очень интересного, я занимаюсь в области рыбалки уже более 25 лет, я считаю себя хорошим рыбаком, расскажу вам, если вы профессионал, если вы тоже хороший рыбак, ну, посмотрите, то вы тоже увидите какие-то для себя заметочки, какие-то что-то маленькие, какие-то нюансики, которые, рыбалки вам очень сильно пригодятся, если вы их запомните, это, ну, просто как находка будет, ну, опять же, вот моя старая жирцовочка, как, я ловил раньше, тоже, на принципе, работает, ну, я пришел к этому варианту, так как они у меня остались, я им еще пользуюсь, и, в принципе, ну, остались, остались, ну, что, дорогие друзья, я на этом завершу свое видео, подписывайтесь, не стесняйтесь, подписывайтесь на канал, в этом ничего плохого, зазрительного нету, я для вас стараюсь, я вам буду рассказывать, ну, вы подписывайтесь, мы вместе будем смотреть, как я это делаю, обсудим, как вы это делаете, посмотрим на ваших каналах, если у вас они есть, я тоже с удовольствием посмотрю, как вы рыбачите, пишите, оставляйте ссылки на свои каналы, будем смотреть, общаться, какие-то новости, делиться друг с другом, с друг другом будем, ну, всем до новых встреч, не пропускайте, мы видео, подпишитесь, вот, в каком-то углу, здесь или здесь, значок стоит, посмотрите, подпишитесь, подписывайтесь на канал, чтобы вы не теряли, это, я вам еще там очень много полезных, советов, ну что, всем пока, поставьте свой лайк, если вам понравилось, до новых встреч, объем,